Девушки отдыхают Мама говорит, что он свой и ему можно доверять Я пока присматриваюсь Евгений Булгаков – это главный жеребец нашей популяции Так сказать, лошадиный папа Постоянно приглядывает за нами Что-то записывает, лечит, угощает овсом Хоть мы и дикие, но за все эти годы мы научились доверять ему Мы знаем его голос, походку и запах Он абсолютно безопасный, я доверяю ему Евгений Булгаков – это человек, уравновешивающий все Он позволяет нам не беспокоиться там, где беспокоиться не нужно А это здорово Практически, наверное, чуть ли не идеал Молодого, современного ученого, интеллектуала Женю насколько любят люди, насколько любят туристы Насколько любят коллеги Настолько любят и проживальцы наши Евгений Александрович – просто надежный человек Замечательный коллега, замечательный товарищ, друг, на которого можно положиться В любой ситуации он всегда помогает Никогда не бывает кто-то плохого, всегда только на позитиве Привет, меня зовут Евгений Булгаков Я руководитель единственного в России центра реинтродукции лошади Проживальского Ай, мои славные, идем Ай, мои шерстяные Соломей и Соньку не трогай В центре ринтродукции мы сохраняем последнюю дикую лошадь на земле Мы возвращаем дикую лошадь туда, где она когда-то была Мы возвращаем дикую лошадь домой К сожалению, нельзя просто так взять лошадь, привезти ее, выпустить в степь И просто сложить руки, считая, что труды твои закончены Здесь нельзя без терпеливости и любви Чтобы восстановить популяцию дикой лошади, нужно постоянно мониторить ее Нужен паразитологический, экологический анализ производить, научные изыскания Обязательно нужно работать с людьми, с обычными людьми, с коллегами, с зарубежными, с российскими коллегами, с местным населением и, конечно же, с туристами Сохранение лошади Пржевальского – очень длительный и трудоемкий процесс За 6 лет реализации нашей программы мы удвоили численность популяции наших лошадей Пржевальского На данный момент в Оренбургском государственном заповеднике содержится 69 особей Причем 37 из них, 37 жеребят родились уже в наших Оренбургских степях Это отличный результат Очень важно не вмешиваться в естественный ход событий, в лошадиные дела То есть быть очень корректным Но в то же время важно знать, кто, когда, где и с кем вообще находится, в каком гареме С кем была та или иная кобыла один с половиной месяцев назад А именно столько длится беременность Чтобы знать точно все данные об отце жеребенка, о матери жеребенка И подать корректные данные в международную племенную книгу Территория, на которой происходит сохранение, разведение лошади Пржевальского Называется Придуральская степь Единственный заповедник в России, который огорожен по периметру По всему периметру, который составляет 52 километра За время реализации нашей программы мы завезли три группы лошадей Первая группа лошадей у нас была из Франции Это французские лошади Две последующие из национального парка Хратабать венгерского Один из самых распространенных вопросов Меня спрашивают вообще, как вы их распознаете Всех лицов, все 69 штук На самом деле они абсолютно разные все У кого-то густая, длинная такая гриба У кого-то она редкая У кого-то очень ярко выраженная зебродность Такие темные черные полосочки на ногах У кого-то просто черные чулочки Да даже по поведению, по походке, по аллюру Можно узнать издалека ту или иную особь У нас есть особо харизматичные лошади Которых можно издалека узнать Гарем перца не самый многочисленный У нас всего лишь 12 особей У нас есть гораздо более многочисленные гаремы Но тем не менее Перец вообще личность у нас харизматичная И к нему многие кобылы прибежали Вот маленькие жеребята грумят друг друга Это как раз жеребенок с соней И жеребенок кобылы Шаннет Есть здесь одна блондиночка Это Соломея Библейское имя красивое Частенько берет на себя обязанности перца И показывает путь, куда идти Да, так обычно делают высокоранговые кобылы Они иногда берут на себя обязанности гаремного жеребца Знать каждую лошадь в лицо на самом деле не сложно Любой человек, если с ними будет проводить достаточно много времени Со временем, конечно же, разберется И будет знать отличие одной лошади от другой Именно поэтому очень важно Мониторить лошадей, переживать с КВИ И находиться рядом с ними В их естественной среде обитания в степи Не менее важно работать не только с лошадьми Но, конечно же, с людьми Чтобы люди приезжали, смогли к нам приехать И посмотреть, воочию убедиться Что такое лошадь переживальского Почему ее надо сохранять Чтобы люди знали вообще, чем гордиться С мая по октябрь у нас туристический сезон И каждый желающий может приехать И приобщиться к делу сохранения лошади переживальского Это очень важно Работать именно с людьми Рассказывать им, показывать Чтобы они это видели Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать И это действительно работает Особый упор мы делаем, конечно, на детей На школьников Потому что дети – это наше будущее Очень часто мне задают вопрос От которого я первое время впадал буквально в ступор Для чего лошади переживали? Зачем они нужны? Погладить их нельзя, они дикие На мясо их нельзя, они редкие То есть то, что очевидно для специалиста Биолога, эколога Для обычного человека не всегда понятно Мы работаем с людьми именно для того Чтобы такой вопрос больше никогда не задавался Хочу отметить, что здесь очень внимательные и доброжелательные сотрудники А еще очень красивые закаты Просто восхитительные Очень понравилась экскурсия Я пришел Ну вот для меня, условно говоря Я вот если бы увидел на улице этих лошадей Где-то там в поле Я бы не понял, что это вообще абсолютно другой вид Другая генетическая ветвь А Евгений Александрович взял, рассказал все подробно Это вообще диковина, это редкость Это исчезающий вид во всем мире И это очень круто В июле 2020 года мы запустили программу Усынови жеребенка лошади Прижевальского Это распространенная мировая практика Которая позволяет обычным людям, организациям Приобщиться к проблемам биоразнообразия Разнообразие, сохранение биоразнообразия Сохранение редких и исчезающих видов животных Это привлечение вообще внимания общественности К этим проблемам Наши усыновители были не только общественными Яркими такими политическими деятелями Но и обычные люди Семен Рудаков стал опекуном нашего жеребенка От кобылосилены И этого жеребенка он назвал Руди Ну точнее он хотел его назвать Олегович Но мама настояла на Руди И теперь в международную племенную книгу Он навсегда вписан как Руди Но мы в своей работе, конечно же Будем называть его только Олегович И никак иначе Потому что это круто Очень часто меня спрашивают А можно ли погладить лошадь Прижевальского Угостить яблочком, морковкой Я понимаю, что лошади вызывают такое желание Я сам бы с удовольствием обнимался с ними круглые сутки Но нельзя Надо всегда помнить, что это дикое животное От яблочка, от морковки У них будет проблема с желудочно-кишечным трактом А при попытке покормить морковкой Всегда можно получить копытцем в темечко Поэтому нужно всегда помнить про технику безопасности И не забывать, что это животное дикое И ген дикости может взыграть в любой момент Мы мониторим наших лошадей Прижевальского Круглый год 24 на 7 Но живу я в центре интродукции, конечно же, не постоянно Кроме четвероногих, хвостатых, ушастых детей У меня есть и парочка обычных И за ними тоже нужно следить И тоже их нужно мониторить Иначе не миновать беды У меня прекрасная жена Кандидат биологических наук И она меня поддержит во всем Не переживает, когда я долго отсутствую С другой, с лошадиной семьей И вообще огромное спасибо Мариночка, привет, скоро приеду Пока я нахожусь в городе Лошади не остаются, конечно же, одни И сотрудники, другие сотрудники центра интродукции Также пристально за ними наблюдают Центр интродукции здорово Помогает отделы Капроса Госинспектора Оперативники И большое им за это спасибо И центр интродукции тоже Помогает им во всех делах Вообще у нас заповедники Отличная команда Во многом благодаря этому мы успешно работаем И наш проект успешен Я думаю, я надеюсь, что ничего не изменится И мы дальше будем плодотворно работать В центре интродукции В 2019 году произошел уникальный в мировой практике случай Мы воспитали, вскормили сами Очень маленького же ребенка прижевальского До этого в мире никому не удавалось этого Обычно они погибали Мы разработали схему питания Разработали кормовую смесь Которая очень подошла этому же ребенку И она не то что выжила Мы ее успели даже И социализировать успешно В гарем французского жеребца Паприки И тоже впервые в мире В онлайн режиме мы выпускали их Из акклиматизационного загона На основную территорию заповедника И вот когда мы реабилитировали Басю Вскармливали ее Мы старались заменить ей лошадиную семью То есть мы ее вычесывали, грумили тоже И Баси как добропорядочная лошадь Грумила в ответ Это называется взаимный груминг Так как лошади и обладатели Очень мощные челюсти Даже через зимнюю куртку Она оставляла нам синяки на руках Это было очень больно И пришлось ее отучать от этого И только грумили мы ее Кроме того, даже настолько маленький же ребенок Очень опасен для человека Потому что меня легала Баси Попала в район поясницы, я не успел увернуться У меня был огромный синяк От пятки до подмышки Разноцветный, как космос Это было очень больно Несложно представить, что было бы Если бы меня ударил взрослый жеребец Который весит 350 килограммов Я думаю, он бы пробил меня насквозь Поэтому техника безопасности Прежде всего, особенно с туристами Туристы часто спрашивают меня Какое нужно вообще образование Ну и люди заинтересованные часто спрашивают Какое нужно образование, чтобы работать В таком крупном международном проекте Образование, безусловно, важно У меня их несколько У меня высшее биологическое, высшее педагогическое Я закончил магистратуру, аспирантуру Я пишу диссертацию на тему Влияние лошадь Прежевальского на степные Система такая крупная достаточно тема Евгений Булгаков Это человек, который пришел к нам специалистом В Центре интродукции Учился у Татьяны Леонидовны Жарких Перенял весь огромный опыт Татьяны Леонидовны И смог стать не просто профессионалом Не просто специалистом своего дела Но и возглавить Центр интродукции И наладить работу таким образом Что она абсолютно сбалансирована Образование, конечно, важно Образование помогает понять, как работать И настроить свою работу Но не менее важна именно Обычная пресловутая любовь к природе И хотя у нас Центр интродукции Инфраструктура наша полностью приспособлена Для комфортной работы В комфортных условиях Все самое интересное происходит Именно в степи, в округе И большую часть времени Мы проводим именно здесь В мире очень много проблем Немного людей, которых вообще интересуют Проблемы природоохраны Проблемы сохранения Диких, редких, исчезающих видов животных Еще меньше тех, которые готовы Тратить на это свои средства Деньги, время Любой природоохранный проект Крупный, любое сохранение Это всегда с экономической точки зрения Убыточно Именно поэтому Такие крупные природоохранные проекты Как у нас Нуждаются в помощи государства В помощи международных организаций Природоохранных И мы такую поддержку имеем Наша программа По созданию полувольной популяции Лошадь Пережевальского В заповеднике Оренбургский Поддерживается правительством Министерством Наша программа входит в проект Экология Сохранения редких исчезающих видов животных Министерства природы Кроме Лошадь Пережевальского Там поддерживаются и другие редкие животные То есть по каждому виду существует Стратегия сохранения До определенного времени Там не только лошади Но и переднеазиатские тигры Допустим Киты Белый медведь То есть все такие крупные животные Которые нуждаются в человеческой защите Сохранение лошади Пережевальского невозможно Без совместной работы С международными организациями С нашими коллегами за рубежом В 2019 году у нас был международный симпозиум К нам приезжали все наши коллеги Из Европы, Азии И мы постоянно в работе с ними Мы обмениваемся опытом Мы стараемся приезжать друг к другу Вообще следить за новостями В лошадином мире И это очень важно Потому что без этого невозможно Правильно сохранять Все усилия должны быть скоординированы И мы должны работать совместно О лошади Пережевальского можно говорить Часами Я их люблю и уважаю И они уважают меня Наша сложная, трудная работа Приносит плоды, которые можно увидеть Это именно жеребята На базе Хакасского заповедника Сейчас строится второй центр интродукции Разведения лошади Пережевальского Так что будущее лошади Пережевальского в России Просторное, светлое, как степные горизонты Нам остается лишь работать Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok